Сегодня в художественном музее закончили последние приготовления к открытию выставки «За зеркалом сцены». Экспонаты – произведения художника Белгородского драмтеатра Марии Шипарнёвой. О синтетическом виде творчества и пространственном мышлении театрального художника в нашем следующем репортаже. Член Союза художников России, Российского авторского общества, Союза театральных деятелей, сценограф Белгородского драмтеатра Марина Шипарнёва знает всё, что происходит за зеркалом сцены. С начала 90-х, когда она пришла сюда художником-декоратором, она нарисовала эскизы и построила макеток более чем 70 спектаклям. Цифру вывели к этой выставке, и она удивила Марину. С её работой время летит незаметно. Долгие годы в одной профессии не превратились для неё в рутину. Я не знаю, как это может быть рутиной. Это интересно всегда, что-то новое придумать. Кажется, что уже ничего не придумается, а оно берётся откуда-то и всё из каких-то кладовок. Кладовочки распахивают свои тайные дверцы в процессе обсуждения спектакля, когда режиссёр делится своими эмоциями. Представляешь, вот тут у меня вот в этот, так будет делать, этот вот так, а тут погаснет свет, а тут зажжётся, а он возьмёт луну, спустит на верёвочке. Это будет весело, это будет классно. А я ему говорю, а давай мы сделаем кусты в виде слонов. Интригу самого спектакля, в котором будут те самые слоны, художник просила пока не раскрывать. Это театральный сюрприз. Не только её тайна, а всей театральной группы, работающей над очередным творением. Так всегда. Хотя на выставке представлены плоды фантазии и кропотливого труда сценографа, Марина уверена, результат можно увидеть лишь на сцене. В последней репетиции я смотрю спектакль и влюбляюсь в него всё больше и больше. Я уже знаю все слова всех персонажей. И иногда думаю, вот, если кто-то заболеет, я могу даже выйти сыграть за него. Это всегда очень сложная выставка, потому что это очень специфический вид творчества, изобразительного творчества. Это синтетический вид творчества, как театр вообще, потому что это не только изобразительное искусство, но и попытка пространственного мышления, то есть своего рода архитектуры. И, конечно, человек, который может в себе это всё совместить, он очень интересен зрителю. Маленькие трагедии, мещанин во дворянстве, по щучьему велению или менее классические жестокие игры. Спектакль Белгородского театра, который Марина Шепарнёва проиграла в своей голове задолго до того, как их поставили на сцене. И который она увидела в цвете, запечатлела в макетах, эскизах. На персональной выставке лишь малая часть работ. Сегодня здесь закончили последние приготовления к открытию, а завтра уже можно оказаться за той частью сцены, которую называют зеркалом, и познать её тайну. Евгения Додон, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород.